АЛЛАТО 24 В частности, принципы светского государства. С одной стороны, конечно, государство относится ко всем религиозным организациям одинаково и создает условия для свободы вероисповедания. А с другой, государство должно активно работать над регулированием религиозной деятельности в нашей стране, чтобы организации и течение существовали с созидательной целью. Понимая важность этого, в Бишкеке проводится международная конференция «Ислам в современном светском государстве. Опыт межконфессионального сотрудничества». О целях конференции, о вызовах и приоритетных направлениях мы поговорим сегодня в рамках нашего эфира. Разрешите представить наших гостей. Начнем справа. У нас Алексей Сарамятников, он представитель Русской Православной Церкви. Также у нас Назира Курбанова, она доктор исторических наук, также профессор. И Джамал Фронтбек-Кызы, она председатель правления Прогрессивное общественное объединение женщин Мутакали. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас всех приветствовать в нашей студии. И даже несмотря на то, что вы являлись участниками этой конференции, все-таки уделили время и пришли сюда, за это вам, конечно, большая благодарность. Мы понимаем, что цель конференции – это, конечно же, анализ текущей религиозной ситуации в мире, в контексте мира и, конечно же, места роли ислама в современном светском государстве. Потому что мы понимаем, что все люди, конечно, должны четко понимать, что такое толерантные отношения, что необходимо искать консенсус, учитывая то, что мы сейчас, особенно в социальных сетях, в нашей жизни, в общественности видим такой некий небольшой раскол, даже можно сказать. Пожалуйста, можно начнем, Назирова Маровна, с вас. Вы нам расскажете немного о том, как проходит сегодняшняя конференция. Под патронажем президента эта конференция проводится уже четвертый раз, и это очень замечательно, потому что собирается экспертное сообщество, лидеры религиозных организаций, госчиновники, организации института гражданского общества, для того, чтобы обсудить вопросы, наболевшие проблемы, обменяться опытом и для того, чтобы высказать свои предложения для конструктивного развития государственной политики в религиозной сфере. Сегодняшняя конференция, она чрезмерно актуальна названием своей темы «Межконфессиональный диалог», потому что межконфессиональный диалог является основой стабильности общественно-политической ситуации, особенно для Кыргызстана, так как здесь сегодня проживает более 100 этносов. Сегодня представлены 3400 религиозных организаций, это 30 религиозных направлений. И вот нам очень важно для Кыргызстана, чтобы мир, мир, согласие и религиозные организации, они обладают очень большим, мощным потенциалом для того, чтобы призывать к миру, спокойствию, все мировые религии, в том числе ислам и православие. Кроме этого, нужно сказать, что у них есть очень большой опыт, когда они решали какие-то вопросы, связанные с конфликтами. У них есть лидеры авторитетные, есть возможности. И вообще религия, ее призвание в обществе, чтобы она занималась духовно-нравственным возрождением общества, особенно в сегодняшних условиях, когда наблюдается достаточный кризис и снижение уровня образованности, культуры народа. Поэтому сегодня было очень много выступлений, выступали лидеры религиозных организаций. И все пришли к одному мнению, что другой альтернативы нет. Все религиозные организации, которые проживают в Кыргызстане, начиная с больших исторически укоренелых ислама и русско-православной церкви, а также религиозные меньшинства, все должны работать на славу Кыргызстана, то есть быть патриотом своей земли. И все действия, которые совершаются, нужно для того, чтобы был мир, спокойствие и стабильность. Можно ли сказать о том, что в условиях пандемии этот вопрос стал еще более актуальным? Да, конечно, этот вопрос стал очень актуальным. И сегодня мы видим, что очень многие религиозные организации занимаются среди своей общины, занимаются также в обществе различными проектными мероприятиями. И сегодня, особенно в условиях, когда страсти кипят на политическом олимпе, когда этот коварный коронавирус и безработица и так далее, большие социально-экономические проблемы, здесь очень важна роль религиозных организаций для того, чтобы вести работу именно для стабильности. И для того, чтобы люди поняли, что нужно развивать эволюционным путем, что бесконечные революции, которые отталкивают назад, они нам не нужны. Ну вот что касается непосредственно межконфессиональных отношений между всеми религиями, вероисповеданиями, конфессиями, скажите, пожалуйста, вы, что делается на сегодняшний день все-таки для поддержания идей межконфессиональной гармонии, можно сказать, даже доброй воли в тех же самых мечетях, церквях и вообще всех других молитвенных домах? С каждым годом увеличивающееся число верующих, оно привело к тому, что мы в 90-х годах уже сразу увидели, что мы живем не просто в многонациональном государстве, как в Советском Союзе было, а еще ли в поле конфессиональном. И со временем, конечно, возникла необходимость совместного решения разных проблем. Вот самый хороший пример будет, это вот время пандемии, когда весной было введено чрезвычайное положение, и вот не дожидаясь, можно сказать, каких-то указок от руководства религиозной организации, самые простые верующие люди, православные христиане, вместе с людьми любых национальностей и конфессий, там были мусульмане, там могли быть и протестанты, вместе сплачивались, объединялись и решали гуманитарные вопросы, то есть развозили продукты, медикаменты, помогали людям. Вот это и есть то перспективное направление, самое главное в нашей жизни, потому что, являясь все разными людьми разного вероисповедания, мы одновременно являемся все гражданами одной страны. Кыргызстан наша горячо любимая маленькая родина, нужная нам всем, поэтому эта забота, она работа в этом направлении, она будет развиваться, молодежь наша имеет желание развиваться в этом направлении, потому что верующие люди, к сожалению, менее активны в политической жизни пока, но наша задача немножко старшего поколения об этом и донести, чтобы они не смущались, чтобы они налаживали связи. О религиозном объединении, так называемом экуменизме, нет никакой речи, этого не нужно, нужно сохранять уникальную самобытность, догматического многообразия каждой конфессии, а вот вместе тесно сотрудничать, сплачиваться во имя решения земных проблем, вот мое мнение, что мнение многих верующих, вот за верующими будущее, потому что люди верующие, они при любых ситуациях остаются стабильными на нравственных основах, то есть они от ситуации каких-то там бедности, нестабильности, не скатываются там в бандитизм, в грабеж, в мародерство, то есть верующий человек, он всегда пред Богом, вне зависимости от своей конфессии, поэтому за верующими будущее. Ну мы же можем с уверенностью, по сути, говорить о том, что наша страна является таким уникальным примером мирного сосуществования разных религий на территории одной страны. Более того, это уникальный пример, потому что такого количества населения, культур, вероисповеданий, как в Кыргызстане, на территории бывшей СНГ, наверное, больше нигде нет. Это взаимное обогащение, это взаимная поддержка, которая остается вот этим огромным багажом, этим бесценным опытом, она разносится дальше, люди въезжают куда-то и говорят, вспоминают, что вот как им легко где-то потом жить, потому что, имея опыт, то, что родились и выросли в Кыргызстане, поэтому наша задача здесь, проживающих людей, беречь это достояние, его использовать во благо и бережно передать подрастающему поколению. Ну, все-таки говоря об исламе в современном светском государстве, мы не должны забывать, и более того, мы должны акцентировать свое внимание на роли женщины в исламе, потому что все-таки мир меняется, сейчас многие яро говорят о феминистском возрождении, то есть другие сейчас условия, требования, поэтому вот хотелось бы узнать, как на сегодняшний день все-таки меняется роль женщины, если взять прошлое, настоящее и все-таки даже подразделить на будущее. Пожалуйста. Вы знаете, конечно, если взять концепцию, которую разрабатывалось в 2014 году и сделать анализ за 5 лет, что мы сделали, мы видим, насколько идет развитие роли женщины в обществе, в социальном направлении, да, межконфессиональном, потому что за 4 года совместное госагентство по делам религии было очень многие встречи сделаны, да, поликонфессиональные, где мы встречались, сажали деревья, делали субботники, да, делали какие-то совместные благотворительные акции, и, конечно, в этом направлении очень активно участвовали женщины. Что же касается именно в религиозном, в исламском направлении, то мы тоже, если взять анализ, что 2014-й за 5 лет, что мы сделали, какая была концепция написана, да, и сейчас мы видим новую концепцию, где уже четко стоят более расширенные, увеличенные работы, и там уже идет работа как бы в планах действия, это будут отдельные работы с женщинами. И, конечно, само развитие женских организаций мусульманских, да, поднятия их потенциала, что они сейчас уже в соцсети, если анализировать, мы видим, насколько они активизировались, да, они понимают, что они тоже должны быть активными в решении социальных проблем своего общества, не только в религии, а в общем, да, чтобы помогать в развитии своего государства. И я думаю, как и мужчины, так и женщины перед Конституцией они равны, и госполитика шаг за шагом к этому ведет и помогает поднятию потенциала этих религиозных женщин. Мы хотим или нет, но мы должны делать во всех религиозных организациях, в их документациях, гендерные анализы, да, чтобы они соответствовали нашему главному законодательству, Конституции, чтобы в любой религиозной сфере, в любом направлении, чтобы представители одного пола, были хотя бы 30-40%. И, наверное, когда мы дойдем к этим цифрам, наверное, это будет идиллия, и, конечно, мы не должны забывать, что как мужчины, так и женщины, они и перед Богом, и перед Конституцией, они имеют верить во что они хотят, а наше государство является зонтом и обеспечивает им их юридические права и возможности в развитии своих потенциалов. Ну, согласитесь ли вы с тем, что все-таки вот женский вопрос в исламе, он оказался, можно даже сказать, таким твердым орешком для реформаторов, потому что даже те, кто, по сути, подверг такому радикальному, по сути, переосмыслению всего этого шариата, да, ислама, многие эксперты, в том числе представители, да, мусульман, они говорят о том, что все-таки ориентация ислама, если, ну, это будет звучать, конечно, грубо, простите, но она такая более патриархальная. И вот что делается для того, чтобы все-таки увеличить, так скажем, быть может, даже права наших женщин, потому что на сегодняшний день мы замечаем, что все-таки наши мусульманские женщины, они более аполитичны. К большому сожалению, эта картина, она есть, но 4 года там назад, когда был Курултай мусульман, я открыто выступала, что мы должны делать реформу, и, наверное, более 20 лет мы пытаемся, чтобы женщины были в структурах духовного правления мусульман, да, в Совете Улемов для решения женских социальных вопросов. Почему бы нет, да? Если нам государство дает на это право, с точки зрения религии тоже, если мы возьмем опыт Азербайджана, да, опыт, допустим, Турции, то оно тоже дает нам возможность открывать все врата, чтобы женщины очень активно вовлекались. Наверное, здесь должна быть политическая воля наших религиозных лидеров, они тоже должны понимать, что если они будут работать бок о бок женщинами, оно только поможет в развитии и решении социальных проблем. И сейчас у нас тоже вот в этом году будет Курултай, мы хотим свои требования, чтобы в этом Курултае делегировались тоже хотя бы 30-40% женщин, мусульманки, которые могли бы тот мессендж, посыл, который будет звучать на этом Курултае, доносили до своих сообществ. И, конечно, в Совете Улемов мы тоже хотим, чтобы были женщины, потому что у нас достаточно ученых женщин, которые имеют такое же образование, что и мужчины, а может быть больше, чтобы они тоже хотя бы 30% представляли как бы женщины. И, наверное, дай бог, чтобы на этом Курултае решился этот вопрос, потому что мы имеем очень большую базу образованных женщин, теологов, мусульманок, которые могут это делать, которые умеют это делать, может быть, где-то даже будут делать лучше, чем мужчины. Ну вот мы понимаем, что всегда и в мировой практике, и в Кыргызстане именно женщины поднимают сугубо социальные вопросы, и мы понимаем, что необходимо проводить такую активную работу в обеспечении гендерного равенства, для того, чтобы мы могли продвигать место и роль женщины. Вот вы, да, как вот лидер, как такая активная, человек, который всегда в своей активной позиции выступает на разных площадках, именно среди женского, мусульманского сообщества, можете ли сказать, что все-таки наши женщины, они немного активизировались? Или же все-таки, да? Я бы не сказала бы немного, но последние 4 года мы очень активизировались. Может быть, в соцсетях вы видите, да, очень много прямых эфиров делают, свои аккаунты создают женщины, да. То есть мы хотим показать вот за 4 года, насколько у нас таких лидеров женщин очень много. Я делала прямой эфир, вот 100 лидеров женщин, да, и они тоже активно выступали за права женщин, за развитие женщины, чтобы обучались женщины, да, что у них есть образование хорошее. И, наверное, в соцсетях она очень активизируется, и, наверное, на Курултае тоже мы должны дать какое-то, должно быть, политическая воля со стороны главы, может быть, государства, да. Второе, чтобы госагентство по делам религии тоже в рамках конституции разрешило, чтобы 30-40% были представлены и женщины, и мужчины, да. И, наверное, должно быть еще воля наших религиозных лидеров мужчин, которые бы, не боясь этих женщин, наоборот, сотрудничали во благо развития нашего государства. Я думаю, от умных, образованных, толерантных, чувствительных женщин будет только большая польза в развитии как социальных вопросов, так и вопросов про государство. Конечно, и, конечно же, свидетельством, подтверждением всему это должно быть то, что Кыргызстан все-таки готов для диалога, религиозного в том числе. Но вот я хотела бы все-таки услышать комментарий, учитывая то, что все-таки проходит конференция под таким названием, под эгидой президента, комментарий по поводу заявления Токталиева о том, что необходимо убрать из Конституции понятие «светскость», потому что мы видели, что после этого заявления, да, быть может, даже, можно сказать, произошел такой раскол, да, среди общественности, и мнения были довольно-таки с такой, с грубой даже критикой, можно сказать. Ну, такой посыл, я бы сказала, даже антигосударственный и антиконституционный, который был озвучен с лица руководителя государственного органа, который проводит государственную политику, для меня это было просто нонсенс, потому что, наверное, надо господину Токталиеву самому задать вопрос, это что было, либо это некомпетентность, либо это какой-то специальный посыл, вот, и поэтому я считаю, это лично сугубо мое мнение, как у крызов говорят, то есть профессионалы, которые компетентны, которые знают эту сферу, тем более религиозная сфера, это очень щепетильная сфера, и поэтому здесь, я думаю, не только здесь, везде нужен обязательно профессионал, вот, и поэтому я думаю, что это очень большое пятно, в первую очередь на нем, как на руководителя уполномоченного органа, и нельзя государству, в том числе государственной власти, наступать на одни и те же грабли, а иначе будет как раньше, что поставили во власти брат, сват, шофер и так далее, и так далее, это будет бесконечно, вот, поэтому, вот, необходимо обязательно обратить внимание, это обратить внимание, человек должен быть грамотным, и выступать против Конституции, это антигосударство. И поэтому, конечно, мы еще раз должны говорить о том, что и в рамках этой конференции, да, мы знаем, что у нас проходили подобные конференции в 2018 и 2019 годах, где говорили о том, что ислам и христианство – это религия мира, о том, что ислам, как развиваться ислама в современном светском государстве, и, конечно же, в этом направлении мы всегда должны изучать, да, исторический опыт, практику ислама в межрелигиозном, да, взаимодействии, вот, какие вот такие, может быть, крупномасштабные, но не то, чтобы даже проекты, да, а цели поставлены для того, чтобы мы все-таки могли жить в мире, в согласии, и чтобы мы всегда рады, за, конечно, гармоничные и толерантные взаимоотношения. Ну, у нас есть очень богатый, положительный опыт ислама-христианского взаимодействия. Русская православная церковь появилась в XIX веке в Кыргызстане, и архивные данные свидетельствуют о том, что православные и мусульмане, имеется в виду простой народ, они помогали друг другу. Было, есть много примеров, когда деньги давали имамы для того, чтобы мечеть, церковь построить, да. За 60 лет существования православной церкви в Кыргызстане, оказывается, всего лишь 8 хыргызов перешли в православную веру, а, соответственно, 9 русских перешли в ислам. То есть, в миссионерской деятельности празелитизма не было. И что отрадно, и в советское время вместе они боролись, потому что репрессированы были очень многие священнослужители, духовные лидеры, да. А сегодня очень приятно, что какой бы ни пришел епископ, какой бы муфти не был, они обязательно встречаются. Даже сегодня Махзатаджи Токтамошев выступает, всем сказал, уважаемые господа, а выступая, да, сказал, дорогой друг. То есть, получается, что есть общение на межличностном уровне, а вся паства видит эти взаимоотношения. Соответственно, когда видят, что главы дружат, конечно, остальные тоже. Конечно, есть проблемы в том отношении, что межконфессиональные конфликты происходят. Но это чаще всего конфликты связаны с вероисповеданием, что это нужно решать вопросы, которые совершенствуют нормативно-правовые документы. Чтобы таких проблем не было. И я думаю, что русская православная церковь и ислам, как исторически укорененные религии, у них очень большая миссия. Они должны работать именно в этом отношении, чтобы созидать здесь мир, дружбу, согласие со всеми религиозными организациями. Они должны быть в фарватере движения. Можем ли мы говорить о том, что на сегодняшний день все-таки развитие межконфессионального диалога проходит на самом должном и даже, можно сказать, высоком уровне? Достаточно ли таких площадок, где вы можете выразить свое мнение и, конечно же, принять такие оптимальные решения? Конечно, потому что встречи с духовенством на высоком уровне проходят. Администрация, то есть епархиальное управление всегда учило священников на приходах в регионах, что в первую очередь налаживайте отношения с соседями добрые, потому что эта сплоченность, она всегда только поможет, минусов быть не может, а наоборот, какая беда придет или что-то, то это прекрасно, то есть можно вместе проблемы решать. Взаимные сближения, они дают много опыта. Например, я, будучи секретарем епархии раньше, два года был приглашаем, вот когда был Курбан-Байрам, виноват, месяц Рамазан шел на ифтары. Богатый опыт мне дал, вот я посмотрел, что это такое, и после этого были даны уже наши внутренние распоряжения священнослужителям, то есть не напрашиваться, чтобы заявить, что не против бы прийти, и многие были приглашаемы, потом сами на православные праздники приглашали соседей имамов с прихожанами, кто хочет прийти. То есть вот эти вот моменты, то есть нам ничего нового создавать фактически не нужно. Нужно поддерживать, укреплять, передавать живой опыт. То, что есть наработанное, традиционное, доброе, известное, поэтому и на высоком уровне прекрасное достаточно, а самое главное на уровне простых людей, потому что люди вместе работают, трудятся совместно, праздники празднуют, поздравляют друг друга, ищут не различия, а различия есть, их искать не надо, и они сохраняемы, духовные. А вот именно ищут общее, то, что можно взаимодействовать, вот это прекрасно. На этом находят возможность вместе общаться, беречь друг друга, и в этом и есть единство нашего народа. Ну да, потому что сегодняшний призывает только к добру людей и взаимопониманию. И, конечно же, необходимо отметить о такой глобальной работе по поводу предупреждения радикализма. Это же тоже очень важно. И роль женщины в этом, конечно же, очень важна. Как вы знаете, тоже в 2003 году, когда делали исследование, очень много, в течение 10 лет, на 24% увеличилась радикализация женщин. И после этого исследования уже вся страна стала бить колокола, что нужно работать именно с женскими сообществами, особенно закрытыми. Надо их продвигать, надо их систематизировать. И, наверное, именно работа с женщинами, она помогает в противодействии экстремизму, терроризму, радикализации в сообществах. Потому что если женщина малообразована, если у нее социальные проблемы, если у нее экономические проблемы, если стоит вопрос эмиграции внутренней, внешней, если идет насилие в семье. То есть вот это все сказывается на радикализации, которая может постепенно перерасти экстремизм и терроризм. Ну, все-таки одним из главных инструментов предупреждения является обеспечение справедливости, равенства. Поэтому мы должны еще раз говорить все-таки о правах женщин в рамках ислама. Скажите, пожалуйста, сейчас проводится эта конференция, она будет еще до позднего вечера. Скажите, пожалуйста, главные цели, которые поставила конференция перед собой? Потому что мы знаем, что во всех предыдущих конференциях также участвовали такие эксперты, да, можно сказать, и из других стран мира, но в условиях пандемии мы понимаем, что это, конечно же, невозможно, но обязательно опыт других стран учитывается. Тех целей, которые все-таки поставлены, мы их достигаем, мы их планомерно ли, или все-таки необходимо сделать такие более решительные шаги? Сегодня выступавшие на встрече высокие гости, имеется в виду чиновники, они все делали комплимент этой конференции. На самом деле, я тоже сказала, что последние годы деятельности Государственной комиссии по делам религии, то, что были предупреждены конфликты на религиозной почве, то, что совершенствовался закон, то, что был создан межконфессиональный совет, то есть и самое главное, налажены добрые, человеческие, хорошие отношения с лидерами религиозных организаций, это есть заслуги, потому что приезжали эксперты почти что со всех стран мира, начиная с Америки, Франции, Норвегии, Индонезии и так далее. Спасибо большое, потому что они делились положительным опытом государственно-религиозных отношений. Это, естественно, мы, значит, я думаю, что брали уроки. А что мы можем взять для Кыргызстана? И это привело к тому, что на сегодняшний день в Государственной комиссии по делам религии работает слаженный коллектив молодых специалистов, профессионалов. И самое главное, вот отец Алексей не даст соврать, что на самом деле очень хорошие отношения с религиозными организациями, и любое мероприятие, оно координируется, решается совместно. А межконфессиональный совет, который создали, вот эти все религиозные проблемы, они адресны и точечно решают члены этого. И я думаю, что это просто замечательно. А сегодняшняя тема именно межконфессиональная. Мы сами прекрасно понимаем, что проблемы существуют, их очень много, и их нужно решать, и нужно решать совместно. Мы все-таки живем в демократическом государстве. Потому что вне зависимости от вероисповедания необходимо понимать, что каждый человек висит созидательный позит. Да, и самое главное, что Конституция гарантирует всем свободу совести, свободу вероисповедания, равные права и возможности. Поэтому я думаю, что мы очень позитивно настроены, что если работа так будет продолжаться. И вообще я предложила, что несмотря ни на что, нельзя прекращать действие. Это будет бренд крыски. Вот как, например, казахи проводят съезды мировых лидеров, и это их бренд. А у нас, получается, он имеет еще практическую направленность. И это замечательно. Ну и необходимо также отметить, как я отметил, да, отец Алексей, о том, что даже несмотря на все такие оптимистичные, да, так скажем, прогнозы, да, прогнозы, необходимо отметить и другую сторону, о том, какую работу провели все вот наши религиозные сообщества в условиях пандемии. Это же тоже огромный вклад. Да, и, наверное, здесь как бы все религиозные сообщества сделали большую работу во время пандемии, да, это когда освобождались мечети для дневных стационаров, в медресе, да, когда православная церковь ночами бесплатно раздавала питание горячее, да, и туда тоже наши мусульманские женщины присоединялись. И мы видели, насколько мы сплоченные, и, конечно, это все нам помогало, координировало, это госагентство по делам религии, мы очень много делали буклетов в социальных сетях, потому что разъяснительные работы, когда мечети закрылись, наши прихожане не всегда понимали, почему это закрывается, и сами же религиозные лидеры вели разъяснительные работы, разъясняли, насколько это опасно, да, и, наверное, благодаря этому как бы мы более легко преодолели проблемы пандемии с терпением, да, и когда мы видели, насколько мы помогаем друг другу, независимо от вероисповедания, когда дневных стационаров, они делились куском хлеба, лекарством, да, даже не спрашивали ни имени, никого, и когда мы видели волонтерство, насколько это, да, люди помогают. Особенно молодежь, мы просто восхищались. Особенно молодежь, да, они даже школьники бегали, да, значит, у нас есть будущее, не все еще потеряно, да, и, наверное, мы не должны вот это, и мы в мировом сообществе показали, насколько мы кыргызстанцы добрый народ и всегда, по-моему, как бы готовы поддержать друг друга. И госагентство тоже координировало это, и очень много мероприятий, которые мы совместно последние четыре года проводим, да, Назиру Маровна, отец Алексей, да, от субботников до встреч каких-то, да, какие-то ифтары проводим, какие-то встречи, на какие-то открытия ходим. И я помню первые, когда четыре года там назад мы с отцом Алексеем посадили деревья, я выставила на фейсбук, это было настолько агрессией, писали, да, какая-то женщина в платке, зачем ты это делаешь, да. Это же индивидуально. То есть, видите, когда, а сейчас уже люди так не реагируют, как бы, да, то есть мы своим поведением показываем нашему народу, что мы должны быть объединя, как бы должна объединяться, что мы должны любить друг друга. Ну, конечно, вопрос веры остается у каждого, у себя под сердцем, да, но решение и объединение вокруг решения социальных проблем, вокруг пандемии, это показывает, насколько мы любим свою страну. И вот такие вот площадки, да, где проводятся конференции, как ислам в современном светском государстве, где представители разных вероисповеданий, религий могут открыто высказать свои позиции, проблемы, над которыми необходимо работать, конечно, еще раз подтверждает то, что религия только объединяет и созидает, да. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и рассказали, да, непосредственно о тех вопросах, которые поднимаются на конференции. А я напомню для наших телезрителей, что у нас сегодня в гостях был Алексей Сыромятников, он представитель Русской Православной Церкви, также у нас в гостях была Назира Курбанова, она доктор исторических наук, профессор, также в гостях у нас была Джамала Фронтбек-Кызы, где мы говорили, да, с которой о роли женщины в исламе. Она является председателем правления прогрессивное общественное объединение женщин Мутакалин. А говорили, конечно, мы о конференции, которая проходит сегодня в Бишкеке, называется она «Ислам в современном светском государстве». Спасибо, что были с нами, оставайтесь на Алатом 24. Русской Православной Церкви